Самое яркое впечатление о празднике 9 мая Анастасия Васькина получила несколько лет назад. Тогда 12-летнюю Настю поразил размах парада, прохождение техники и войск и незабываемая атмосфера самого главного праздника нашей страны. Для меня праздник это со слезами на глазах, потому что мы должны вспоминать тех людей, кто воевал и они дали нам жизнь, небо над головой и мы должны помнить их всегда. Участие в акции «Георгиевская ленточка» Настя принимает впервые, но подготовилась к столь ответственной работе основательно. Выучила, что означают цвета на ленте, знает, как правильно носить этот символ воинской доблести на одежде. А главное, вручая ленточку, она каждый раз объясняет прохожим, как не стоит ее использовать. Неправильно носить ленточку на голове, на кузове автомобиля, на сумке ниже пояса. Правильно носить у сердца. По подсчетам организаторов, ежегодно на улицах нашего города волонтеры раздают до тысячи ленточек. Каждый раз они объясняют жителям Сарова, что это не просто кусок ткани определенных цветов. Брать и с гордостью носить ее нужно только, если человек действительно помнит о том подвиге, который совершил советский народ в годы Великой Отечественной войны. Когда наши ребята выходят на улицы города с символическими ленточками и раздают их горожанам, наша задача привить им любовь, уважение и память. И чтобы они всегда помнили, чтили, говорили о том, что мы гордимся подвигами наших героев. Ежегодная всероссийская акция «Георгиевская ленточка» продлится на улицах Сарова вплоть до 9 мая. Традиционно получить ленточку можно на улице Силкино, возле подросткового клуба здоровья и возле Ледового дворца. 4 и 6 числа с 17 до 18 часов, 7 и 8 мая с 16 до 17 часов. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.